Идею, которая исходила от простых людей, всесторонне поддержали православная церковь и власти Таллина. И вот Георгиевская часовня, которая изначально была возведена в 1936 году, восстановлена. Для многих жителей Таллина это очень важный объект, ведь с этим местом, в столичном районе Копли, связано немало исторических событий. Увы, по большей части весьма трагических. Предположительно, на этом месте захоронено около 700 человек, но некоторые утверждают, что это число гораздо больше. Поэтому в свое время здесь и была воздвигнута часовня в память об умерших в копельских госпиталях воинах северо-западной армии. Это совместный такой проект, это город и церковь. И надо поблагодарить городские власти, которые выделили значительные средства на восстановление такой часовни. Мы же восстановили память, это история. Это нельзя, история, вот как Георгиев даже сказал, мы же не можем историю переделать, что-то изменить или еще. Все это мы должны понимать и читать ее и так, и понимать, как она и была. Власти Пыхья Таллина и всей столицы оказывали в работе всестороннюю помощь, все время держа руку на пульсе стройки. Неслучайно на открытии был и мэр, и руководители района. Знать и помнить свою историю и передавать ее дальше очень важно. Северо-западная армия сыграла большую роль в свое время, и необходимо, чтобы было место, где современные поколения смогут отдать дань памяти тем людям, которые здесь захоронены. Для города это было важно, и поэтому столице было выделено более 530 тысяч евро, чтобы восстановить мемориальную зону и часовню, которую удалось воссоздать по сохранившимся чертежам. Мемориал открыт ежедневно с 7 до 23 часов. А вот часовню можно будет посетить только в рамках проведения историко-культурной или религиозной деятельности. Для этого нужно представить соответствующее заявление в управу Пыхья Таллина. Сами жители отмечают важность того, что город смог восстановить здесь мемориальную зону. Устить память и погибших, и просто людей, которые были похоронены здесь. Были кресты, могилы еще в то время были явно. Но потом начался такой немножко вандализм. А в конце концов, я не помню, в каком году все это смелее. Стоит также отметить, что в столице в рамках программы «Ренессансы церквей Таллина» город оказал серьезную финансовую поддержку не только этой часовне, но и различным храмам. И программа эта продолжится, что, безусловно, пойдет на пользу и Таллину, и его жителям. Вадим Алышкин, Роман Васильев. Новости Таллина.